Привет, кубисты! У меня в гостях сегодня звёздный состав наших летсплеев, два Алексея, Лёш Бабайцев, Лёш Тихонов и я тоже здесь. Играем сегодня в The Magnificent или Грандиозное Представление. Это игра, в которой мы своё величайшее в мире шоу будем создавать прямо на ваших глазах. Циркачей нанимать, устраивать представление, колесить по миру и заниматься всякими разными штуками. Игрушка Евро, так что сегодня немножечко поломаем здесь мозги. В основе этой игры любимый всеми нами драфт кубиков. В начале каждого раунда первый игрок бросает вот эту красивую, огромную кучу цветного пластика прозрачного. И дальше мы начинаем разбирать по одному кубику заход. Когда игрок выбирает тебе кубик, он его определяет на одну из пустых карт, так называемых мастер-карт. И таким образом определяет цвет своего будущего действия. Помимо цвета действия, здесь очень важна сила действия. И сила действия у нас складывается из всех кубиков вот этого выбранного нами цвета. А, собственно, действий всего три. Мы либо строим на нашем планшете какие-то постройки, которые необходимы нам для того, чтобы делать успешные выступления. Либо мы... Декорации цирковые, да? Да, да. Где они живут, мне кажется. Ну, вообще, да. Похоже на тенты. Домики такие. Либо мы путешествуем нашей кибиткой, набирая себе в процессе этого путешествия нужные нам ценные вещи в виде цветных камней или тентов для выступлений или дополнительной рекламы. Ценные цирковые вещи. И, наконец, самое главное действие – это непосредственно активация выступлений. Мы стараемся сделать так, чтобы за одно действие выполнить как можно больше выступлений за раз, чтобы получить побольше очков. А, собственно, в виде очков у нас используются билеты. То есть мы продаем билеты, и тот, кто продаст больше всего билетов на свое шоу, тот и победит. Самый популярный, то есть, антренер. Самый, как это, кассовый. Надо стать самым кассовым цирком. Да, да. Кто у нас первый игрок? Первый игрок у нас Леша. Леша. Красный. Первый. Да, кидай себе кубики. Целую кучу. Ты кидал когда-нибудь столько кубов? Здесь надо барабанную дробь. Заводи его, заводи его. Каберей треша я не... Типа больше кидал, скажем, да, в своей жизни. Блудунц. Ага. Так, распределим. Давай по цветам, да, разложи, чтобы нам было удобно. А, ты вернулся, троечка была. Троечка была. Так, следите за пальцами. Ага. Вот он, вот он, элезионист. Функусы начинаются. Кстати, помимо трех основных цветов, вы видите, еще у нас есть прозрачные кубики. Да, их немножко поменьше. Вот. И они у нас используются в качестве джокеров, то есть, ими можно добавлять к действию очки любого цвета, фактически. Ну вот смотрите, у меня уже, вернее, у каждого игрока уже есть по первому постеру, да, вот у меня тоже есть постер, и здесь вот, чтобы вот этот прекрасный артист Кимора, или Кимора, выступил у меня в моем... Какой-то огнетушечке. Она пыхает огнем. Она вообще такая, очень такая опасная женщина. Худенькая, худенькая. Или мужчина. Вот. Неважно. Я не вижу вас. Чтобы она у меня выступала, нужно построить вот этот вот тайл, оранжевый большой, поэтому мне тоже надо, наверное, надо взять оранжевый какой-то кубик, чтобы, например, такой тайл. Ну и чтобы большой тайл построить, тебе нужна сила как минимум 5, а у нас на оранжевых кубиках двойки и тройки, что ты будешь делать? Да, ну у меня есть, во-первых, вот такой постер, который, вернее, моя мастер-карта, которая позволяет кубик перевернуть вообще на любую сторону. Поэтому я беру, допустим, оранжевый кубик, вот, допустим, трешечку большую, чтобы она не досталась. Ай, шальта! И поворачиваю ее, вот мне, чтобы большой оранжевый получить, вот большой, на пятерку. А вот такие джокеры можно, да, тоже в любой цвет превращать на плюс 2? Да. Идеально. Вот, я ставлю на пятерку. Угу. Вот. И теперь могу выполнить вот одно из трех действий, как Леша говорил. В данном случае я выбираю действия постройки. Постройки. Беру, вот, соответственно, с этой табличкой большой, да, большой тайл. И могу начинать строительство в любом абсолютном месте у себя на карте. Тут начинается играть эта музыка. Тан-та-дан-та-дан-та-дан-та-дан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ну, пока еще первую можно, в принципе, легко положить, а потом их надо будет как-то сатаковать. Я поставлю, пожалуй, вот сюда. И те вещи, которые я закрываю тайлом, то я и получаю. Соответственно, я получу еще одного помощника себе. И сразу вот два билета, то есть два очка. Неплохо. Продвинуть сразу немножечко вперед. Продвинутый ход. Да. Так, два билета. Два билета. И вот одного помощника я получил. Ну, они мне потом могут пригодиться еще. Два билета и вот это. Есть. Ход. Так, ну что мы будем делать? Интересно, интересно. Давайте начнем. Я хочу получить мужика, кстати. Как бы сейчас буду думать, как это сделать. А вот такого вот этого трассировщика. Трассировщик-помощником. Ну, тоже надо строить, да закрывать, видимо, самый простой метод. Да. Вначале можешь обставать, где хочешь. Конечно. Можем прям сразу двое. Да, да, да. Ну, мне один пока нужен. Да, какие у нас нищие оранжевые нынче. Выпали. Ну, я тем более у вас забрал еще. Ой, ладно, троечку забрал. Не спасет. Хоть как-то. Не спасет. Нанес ущерб. Коллега, подсеркну. А, вот я знаю, что я буду делать, наверное. Да, я возьму двоечку. Пусть будет двоечка. Я ее положу вот на эту мастер-карту. Она будет плюс один. Она превратится в троечку. Вау. И... Как эффективно. Да. Это у меня достаточно, чтобы построить маленький оранжевый тайл. Вот такой. Маленький оранжевый тайл. Маленький оранжевый тайл. Ну, я, наверное, все-таки... Какой-то менее требовательный артист. Ну, он... Готов в таком даже жить. В маленьком оранжевом. Ну, я, наверное, все-таки закрою вот здесь. Вот такую красоту. Здесь пять очков и белый камень. Это прикольно. Да, белый самый редкий. Получаю пять очков. Белый камень. А я что-то сейчас пойду вообще ва-банк. И вот сюда его. Да, и камней не может быть особо много. Да-да-да, все ограничено здесь. По три штуки каждого цвета, не больше. Я делаю единичку, а она превращается в троечку. И вот так превращается в пятерочку. Да. Каждый сброшенный камень дает плюс два к силе действия. И строю большой тайл фиолетовый. Для моей лунжиль. Класс. Пожалуйста. Прекрасная лунжиль приносит мне сейчас один постер. Кстати, что неплохо. Нужен он мне? Пока не нужен. Вот так. Одного человечка. Вот он, мой мужик, пришел. Красота. Почему это дрессировщики? Ну, он же мужик, наверное. У меня в цирке мужики дрессируются. Не знаю, как у вас. Ну, в фильме полосатый рейс было не так. Маленький нюанс, друзья. Мы деньги начальные не раздали. А-а-а! Почему? Вот у меня лежат ничью. А, ну понятно. Так. По шесть. По шесть монет у нас должно быть. Причем первый игрок должен передать последнему рубль. Так что мне можно дать. Так я тебе даю пять, а себе беру семь. Справедливо. Вот. Да. Ты смотришь, чего-то не хватает. Бюджета не хватает, да, театру нашему, цирку. Хорошо. Так, смотри, что можно здесь сделать. Например, например... Например. Поеду-ка я на гибитке зеленой. Ехай. Да. Как сказал классик. Да. Так. Так. Беру. Так. Удиви, народ. Вот так. Ох. Семь зеленых. Сильно. Сильно. Рискуешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ох. Вы видели. Это я, конечно, все рассчитал уже заранее. И придумал. Конечно, конечно. И так ты получил у нас два зеленых. Фиолетовый. Фиолетовый и оранжевый. Два зеленых, оранжевый. Фиолетовый. Ну, тут, конечно, так не катанешь. Хотя вон как катан. И беру вот этот вот тент, которым сейчас я закрою. Которым сейчас я закрою. Ну, например, вот эту позицию. Получается, это еще две монеты и постер. Две монеты. И один из постеров, который либо здесь открыт, либо беру стопдэк. Вот точно мы постеры здесь получаем? Ну, они же не зря нарисованы. Да, конечно. Смотрю, что у нас тут по постерам. Чтобы мне можно было как-то... Да, бери, не глядя, все хороши. Нет, уж зачем. Постер можно выбрать и закрытый. Не обязательно из этих четырех открытых. Тебе же не нравятся эти никакие. Нет, почему? Мне подойдет, пожалуй, вот этот вот человек, потому что он тоже любит вот такие. Санхарики. Оранжевый. Да, да, да. Сухаю. Сухаю. Хочу взять вот эту белую шестерку. Это ужасно, да. Ужасный ход. Душераздирающий. Объявить ее оранжевой. И на 8 аж. Положить ее сюда. Получить бонус в рубль. В рубль. В рубль. 8. Дальше сбросить... Страшный человек, Алексей. Что творит? Что творит? Сбросить тайл. Сбросить камешек, чтобы прокачать еще на 2. Да. Страшнейший человек. Только вот я не уверен. А зачем тебе? А мы белые должны... Я должен белые сбросить в этом случае? Или могу оранжевый сбросить? Оранжевый. Ты же выбрал цвет. А белый он всегда добавляется. Просто к белому кубику я не обязан белый. Ты же выбрал цвет. Ты такой сбрасываешь, я думаю. Ты же выбираешь цвет действия. Ну да. Окей. Так же вот так. Логично, по крайней мере. Итого 10 получилось. И я буду строить на 9 большой и маленький тайл. Причем я пойду и перекрашу один из них. Да. Имеешь право. Я буду большой оранжевый брать, а маленький фиолетовый. Неплохо. Имеешь право. Я делаю следующий ход. Ты, а ты пока не все еще, да? Ты еще их размещать будешь? Ну, в принципе. Или я могу она сделать? Я думаю, может быть, мне не так сходить. Ну да, все, ладно, ходи. Я буду сейчас размещать и наберу. Переворачиваю ее на шестерочку. Бац. И на 6 мы поехали вон там телегой кибиткой заши по оранжевой. Отвезешь меня? Давай, раз, два, три, четыре, пять. Чуть дорогу покажешь. Здесь три очка опрочим. Раз, два, три. И что там тебе получается? Два оранжевых. Где монетки я взял карту? Сейчас возьму. Кристаллы. Кристаллы два оранжевых, зеленый и фиолетовый. Ай! Пересипал немножко. Возвращаю. Слишком зеленый и фиолетовый. Погадок? Вообще хорошо. Сейчас постер выберу, но ты можешь ходить. Так, ну еще два рубрика. Два рубрика дайте. Денег. Чтоб кого бы поселить в наш цирк. Леш, можешь ходить? Да, да. Я так и сделаю. Я беру вот оранжевый, последний. Что-то не очень заходят мне пока тайлы. Рискнуть, что ли? Хотя бы не так рискнуть. Получая рубль. Что все офигеют? Так, у меня получилась семерка. Соответственно, это два маленьких. Я беру, хочу взять, ну, соответственно, я должен брать два оранжевых, но я трачу одного своего помощника. Тоже на перекраску. А, мы его туда загони. Туда ушел, да. И, соответственно, я беру один маленький оранжевый и один маленький зеленый. Все-таки женщина похожа. Похоже. Мы и так посмотрели друг на друга с ним. И все. Глаза в глаза, да. Так, ты все? Ну, ты будешь размещать, я пока буду дальше ходить, да? Подаваем. Так, я хочу. Поставим. Это два рубрика. Сейчас подойдите, я сейчас два постера правду за грибом. Поэтому, если вы на них там как-то примеряетесь, я вас огорчу. У тебя постера интересует сейчас нашу? Постеры меня интересовали. Ну, сейчас посмотрим. Можно что откроется? Ты два берешь? Да? Ну, ему они нравятся. А как ты два? А вот так? О! Круто! Хитрый. О! Броненосец. Никакой диспансер. Так, карты я сразу должен положить, правильно? Да. Надо сразу воткнуть их куда-то. Ладно. Так, твоя казна будет вот здесь. Ниже, чтобы не путать с общей. Так. Боремся с коробцей. Да, да, да. Я буду ходить пятеркой зеленой. Можешь себе позволить, да. Сброшу дополнительно два кристалла. Ох! Силы получается девять. Сильно. Зеленый и белый. И за девять строю два зеленых шестка. Постройкой главное заниматься вначале. А то потом инвестиции в недвижимость. Да, да, да. Что-то не складается у меня пока, друзья мои. Не складается никак. Подположим так, это два рубля. А зеленая. Раз. Раз, два, три, четыре. Не туды. И не сюды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хотя так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нормально. Да. Вот так я думаю. Скажи, когда могу. Могу, да? Да, да, да. Беру зеленую четверочку. Я никому не мешаю. Ставлю ее вот сюда. За это получаю монеточку. Скидываю, превращаю ее в шестерочку. Дядя пошел вот сюда. И мы по зеленой поехали в обратную сторону на шесть. Ничего себе. Катите кибитку, господа. Зеленый, Леша. Подтянешься. Так. На шесть в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Это мой новый тент. Это твой новый тент. И плюс у тебя два зеленых, оранжевый и фиолетовый. Да. Хочу заско... А пусть у меня будет много мужиков. Мужик, три очка, пожалуйста. Так, три очка. Два зеленых, оранжевый и фиолетовый. Оранжевый не влез, по большому сожалению, уже. Но я за это получаю одну монетку. Да. Оранжевый, оранжевый и фиолетовый. Все, прокатились. Так, мой ход. Мой ход. Камней у меня, ух. Каменный цветок. Получился? Да, да, вышел. Так, я, пожалуй, все-таки, наверное, сделаю представление. Ты уверен? Может, не стоит? Я рискну. Ух. Сделаю первое представление, потому что, опять же, может, там, где их каких-то заработать на нем, я не знаю, даже. Представление. Для этого мне нужна сила 4, да? Ну, для одного представление, да? Да, для одного. Пока для одного. Берло четверочку. This is the greatest show. Да, сейчас будет первое уступление. Бонус какой выбираешь? Так, в бонус я выбираю одну копейку. Буржуй рубль на зону. Ну, это одна монета. Вот. И, соответственно, моя шляпа перемещается вот сюда. Снимаю шляпу. Да. Береть вами шесть. И происходит выступление. Соответственно, вот этого замечательного товарища Сухаила. Вот у меня есть. Товарищ Сухаил выступает. Да. Все необходимые тайлы были построены. Так что, да, да, да. И можно, да. Имеешь ты должен потратить. Я потратил. Оранжевый кристалл. Обязательно. Стэнта. Да, да. И получаешь. Я получаю здесь отсюда 4 билета. Отсюда 5. 9 билетов. 9 билетов. И красные монеты. И 3 монеты. И 3 монеты из банка. Вот я опять беру. 2 сдачи отдаю. Так, это потрачено. Оранжевый камешек надо потратить. Оранжевый потрачено. И теперь ты можешь перераспределить свои постеры в любом порядке. Чтобы выступить. Угу. Вот эти товарищи. Ну, давайте вот так. Допустим. Вот так, как мы так. Вау. Да. Я уже выступил. Вернее, Сухаил. Поздравляем вашего Сухаила. Аплодисменты заслуженно. Да. Первое выступление. Билеты. Большое количество людей пришли. Да, кстати, у вас там 11 человек уже посмотрело на вашего Сухаила. Ну что, Алексей, есть идеи? Да. Как переплюнуть наше шоу? Да, ну, господи, зачем переплюнуть? Что вы, по-саму-дель? Надо просто брать и ехать куда-нибудь. Кататься? Больше. Да. Вот у меня, кстати, вопрос назрел. Да. А когда мы применяем этот бонус? Нам кубик-то нужно повернуть на плюс один? Наверное, нет. А когда вот этот? Ну, вот этот прям поворачиваем, конечно. Ну, там прям конкретно написано, переверните его. А это просто плюс один. Хорошо. Тогда я поеду на фиолетовом... На сколько мне ехать? Раз, два, три, четыре. На четыре, видимо, всего. Раз, два, три, четыре. Тент забрал. Тент забрал. Два вот этих камня. Раз и два. У Лёши какая-то вообще плотная, точечная застройка. Да, да. Прямо напоминает мне какой-то город. По плотности застройки. Срава город, да. Вам не нравится наш мэр? Я этого не говорил. Как бы хорошо в цирк-то, да? Да. Так, а вот куда бы мне положить этот... Куда бы мне его положить? Мне больше всего нравится наш цирк. Скромный и со вкусом. Ну ладно, будем подряд. Все как любит твоя. Лунжиль? Да. Так, получаю два рубля. У меня лунжиль сейчас выступать пойдет одна. С горя. И одну карту. Это все отвратительно. Да, да, мне тоже не нравится. Возьми кубик, да. Я возьму так. Как настоящий циркач. А с другой стороны двойки у нас пятерка. Да? В сумме семь всегда. Да. Это только в правильных кубиках. Да, да. Мы-то знаем, какие правильные. Мы-то в правильные кубики. Но мы играем только правильными кубиками. Я забрал вот это. Я отдал два фиолетовых. Это превратилось в шесть. И... Почему в семь? Плюс один. Это что же считается? Сумма всех фиолетовых. Резонно. Резонно. Тогда я так не делаю, конечно же. Тогда у меня есть мужчина, который поедет сюда и превратит его в пять. Итого шесть. Итого шесть. И мне хватает для того, чтобы моя лунжиль вышла на сцену. Ну да. И моя лунжиль прекрасно вот в этом шатре выступает. Приносит мне три-пять денег. Да. И уходит под аплодисменты публики. Я тоже так хочу. Один раз выступил и гуляю, Вася. Все, да. Она еще дальше выступает. Она даже в моем церке заявлена. Она как-то кастролирующая лунжиль. Ну и похоже, все, на этом мой ход закончился. Да, и раунд вообще закончился. Вместе с этим раундом. И мы уже сыграли треть игры. Да. Это очень быстрый первый раунд. Ну это быстрый первый раунд, потом будет дольше. Будет сложнее. Давайте теперь нам надо заплатить. Да. За все наши проделки. Это самая скучная фаза. Фаза мифа. Давайте начнем с Леши. Мы из трех. Первого нашего игрока, конечно. Это хорошо. Начнем с красного. Давай будем дифференцировать, потому что нас теперь-то не видят люди. Сколько раз в Ку? Да. Значит, мы смотрим, в каком цвете максимальная сумма получается. И прибавляем все белые кубики, которых здесь нет. Потому что Леша надо заплатить 7 рублей за то, что он сделал в этом раунде. Платят налоги. Лути. Я попал на 11. О, ты попал вообще сурово. На 11, я не знаю. Давай считать. 6. Ни разу не выступил. Есть. 8, 10, 11. Есть у меня столько денег. Отлично. Я расплатился. Я прям очень аккуратненько сделал. У меня 6 монет всего. Отлично. И теперь мы берем новые. Да. Значит, наши вот эти вернулись, наверное, к нам. А эти вернулись к нам. Оп. Здравствуйте. У меня уже три мяча. То есть стремится выступить получше, чтобы взять то, что ты хочешь. Да, да, да. Взять то, что хочешь. Имеет смысл. А там что, оранжевые камни превращать в мужиков, да? Вон нижний я смотрю. Любые камни. Любые камни. Любые два камня мужик. Точно? Не оранжевые, да, любые? Любые. Класс. Ну, с кубиком понятно все. Зеленые меня не интересуют. За мужиков. А давай я в мужиков пойду. Давай мне нижнюю. Что-то с мужиками у меня как-то сегодня хорошо идет. Закрутилось. Закрутилось с мужиками. Пойдем, да. Леш, ты что у меняаешь? Так, это у нас опять повторение, да? Мать учения. Да. Я возьму зеленый. На самом деле, вот на рынке у нас достаточно много зелени. Но вот каталка хорошая. Каталка прям такая интересная. Каталка, в принципе, может. Ага, ага. Так, и теперь мы выбираем, каждый из нас, какую из мастер-карт мы сейчас поскорим и сбросим. Оу, я. Навеки. А, сбросим навеки, да? Да. Она больше нам не будет давать этот бонус. Ну, вот это, конечно, грусть. Но я выбираю вот это вот у меня. Пока у меня есть непотраченные драгоценные камни. За каждые я получаю в три раза больше билетов. Итого у меня, смотрите, 6 драгоценных корней. 6х3, 18. Вот по эффекту этой карты получаю 18 билетов, пожалуйста. Какую карту? Вот. Да. 6 камней у меня делаем не считаю. 18 билетов. 11 и 18, 29. Ничего себе вы. Так. Ничего себе вы. Это я выбрасываю, правильно? Да? Личный сброс. Так. Кто следующий? Леш? Желтый. А. Мы в каком-то странном порядке пошли. Ну, не важно. Ну, простите, я думаю, что не важно. Ну, я думаю, что не важно, да. Ну, вот тут хитро, конечно. Вот эта карточка мне сейчас приносит максимальное количество очков, но теоретически-то она может и 25 принести. Вот в чем дело. А тут я совсем мизер получу. Вопрос в том, хватать сейчас то, что дает побольше. Ну, давай так, да. Давай попробуем вот так. Сейчас 5 билетов за темп. У меня их 3. 15 очков. 15 очков. И было 3. 18. Кровно, но... Так, а я активирую, видимо, вот эту карту, которая даст мне просто по максимуму белого и максимуму в цвете. То есть, сколько денег я заплатил, столько она билетов не дает. Билетов. Вот. То есть, в моем случае 11. Ну, неплохо тоже. 8 плюс 11, 19. Обошел чуть-чуть по посещаемости. На одного человека больше к тебе пришло, да? Так, ну, в общем, все. Кубики мы возвращаем. Следующий раунд. Первый игрок. Желтый, да. Желтый, да. Я первый игрок, но мы должны еще вот здесь открыть. Давайте откроем новые карты, чтобы сразу на них ориентироваться. Ну, да, уже если ты профи-игрок, ты-то, наверное, прямо туда смотришь и сюда... Конечно. А, кстати, я знаю, почему after, точнее before, потому что мы сейчас-то возьмем уже третий. Нам в последнем раунде уже некуда будет пихать последнюю. Вот-вот. Все правильно. Все правильно. Все сложилось. Так. Бросать, дай, Сань. Бросать. Какая красота. Ура. Главное ничего не... Да, 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 да. О! Ну, вот это вот я понимаю бросает. Во! Видали? Красота! Ну, это и дорого будет стоить, и дорого будет стоить. Так, я начинаю, да? Да. Замечательно. Начинает и выигрывает. Замечательно. Надо очень много фиолетовых настроить. Каким-то чудом. Не знаю, каким пока. Вот Альберик-то какой красивый там лежит. Что делать? Что делать? Сдавайся. Там сразу? Да. А что тянуть? Да? Вы думаете? Да, мне кажется, это хороший вариант. Давайте вот так сделаем. Фиолетовая шестерка. Угу. Уходит. Один сюда превращается в семерку. Сбрасываю еще один камень, это девять. На застройку пошел? Пошел на застройку со сменой цвета. О! Строю большую фиолетовую. И маленькую оранжевую. Все, выходите дальше. Я пока буду располагать. Ну, у меня просто логичный ход. Абсолютно. Только он будет еще веселее. Я беру четверочку. Так, эти три. Фалетовую. Она становится шестерочкой. Восьмерочкой. Десяточкой. Превращается в девяточку. Которая дает мне большую и маленькую. Плюс сюда пошли два мужика. Две больших и маленькую. Круто. Выдай, пожалуйста, мне две больших и маленькую. Фиолетовую. Без перекраски. А сейчас подумаю, кстати. А сейчас подумаю. А с перекраской? Давай перекрасим ее в оранжевую. Какую? Большую? Большую. Перекрасим в оранжевую. А перекрасить я могу за счет того, чтобы туда... Да, да. А там занято, да? Не занято. Можно ходить туда? Можно, можно. А нужно? Давай думать. А нужно. Поехали. Строимся. Вот это позволяет мне взять постер сразу. Вот он мой альберик. Вот это дает мне белый камушек. Вуаля. Вот, видите, фиолетовый угол какой красивый у нас тут. А вот это я построю куда-нибудь. Куда-нибудь, например. Ой, сложно жить в цирке, ребята. В цирке жить сложно. Денег не хочу. Жить хочу. Вот. Белый камень. Еще один. Треть. Все? Похоже на. Похоже на. Теперь я действую. Беру зеленый кубчик. Зеленый кубик. Не восполнили. Ага, да, прости. Это я сам брал и сам не восполнил. Это я взял только что. Ставлю сюда. Есть у меня плюс 2. Это 8. Да? Ага. Сбрасываю еще 2 джема. Это получается 12. И, соответственно, это будет 2 больших тайла. И у меня будет 2 перекраски. Потому что есть плюс. Потому что ты можешь. Соответственно, беру 2 больших тайла любого цвета. Беру 1 фиолетовый большой. А вот это что делает при выступлении? Я один оранжевый. Меняет. Меняет, наверное, карты между шатрами. А, до того, как делаешь выступление. Скорее всего так. Смотри. Я пока вставляю. Я выставляю. У меня какая-то неплотная зацепка. Ну да. Звучало максимально логично. Застроечка такая. Хаотичная. Допустим, вот сюда. Один обесцветный. Цирку уродов. И... 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда. А вот это я могу 1 раз воспользоваться, я так понимаю, за активацию, да? 2 превратить в мужика. 2 камня. Наверное, 1 раз за активацию. Можешь посмотреть в правилах? Да. Я посмотрю. Так, и вот здесь я закрыл. 1 постер я получаю. 1 раз, да? Угу. Хорошо. Устраивает. Что тут у нас есть? Хорошего. Я даже много фиолетового. Ну, хотя бы вот эту Ларису. Это тигр. Тигрица Лариса. Да? А, это конь. Или тигр-тигр. Это какой-то саблезубый. Ага. Зверь. Саблезубая Лариса. Ну да. Встречались вам такие? Каждый день. В метро как едешь? Отдельцы саблезубые. Леша. Желтый, Леша. Так. Что-то я сюда сам... Я думаю, надо прокатиться на оранжевом паровозике. Это будет прекрасно. Звучит как план. Наш цирковой рабочий план. Катаж на оранжевом фургоне. Так. Бонусом получаю рубль. Еду на пять. Ооо. Шикует. Раз, два, три, четыре, пять. Получаю два оранжевых и зеленый камень. Вообще герой. Сколько я заплачу за это? Но. Так, и получаю еще... Цвет влияет, да, на выступление? Нет, вообще не важно. Два белых. О, у меня белый сгорел. О, ничего себе. Так, что рубль вместо этого? Получи деньжат. Да. Так, и еще карту надо взять. Даже цвет на выступление не влияет, правильно? Кто? Нет, цвет на выступление не влияет. Цвет на выступление не влияет. Главное, если здесь шкала. Возьму это. Мой ход, да? А без тентов, соответственно, они выступить не смогут. Не смогут. Тент обязан быть. Че это они? Че это они? Блин, ребят, какая-то засада пока получается. Мне не нравится, честно. Прям вообще не нравится то, что происходит. Максимально. Не то, не это вообще, ребята. Не то, не это. Грустно в цирке работать, скажу я вам. Тяжело. Тяжело, тяжело. Может, не так грустно, как тяжело. Фиолетовые камни нужны. Их что-то не везут и не везут. Давайте сделаем вот так. Оранжевая тройка пойдет сюда. Два камня я превращаю в мужика. Вот этим действием. И сейчас хочу сделать действие покатушки на телеге. А покачусь я на оранжевой телеге до трех. Но я же могу остановиться. Можешь. В любой момент. Вот. И хочу я остановиться на тенте. На два пойдешь. Раз, два. Заехал, тент получил. Вот сюда. Взял пурпурный кристалл. Четыре билета мне, пожалуйста. Четыре билета синему. Пурпурный кристалл. Раз, два, три, четыре. And... Фиолетовый, кстати. Сирен? Да. And I need... Что еще? Фиолетовые мне нужны по-прежнему. Ты видел такую сирень? Где-нибудь видел. По-моему, она бледнее все-таки. Больше белого. А я вот этого, Сухаила возьму. Или Ларис. Сухаила. Сухаила. Открывай. И выходит новая Лариса. Ну, а ведь что у нас с Ларис? Все, походил. Я теперь действую. Я вот думаю, конечно, мне еще один темп сюда построить. Тебе еще жить и жить. Построить. Или уже представление устроить. Потому что потом... Люди ждут, понимаешь? Люди ждут, я понимаю, но... Они хотят, они уже стоят в кассе. Они уже, да, закупаются. Мне просто... Чтобы вот эти цвета, оранжевый и фиолетовый... Изнимают деньги просто. Оранжевый и фиолетовый. Покажите мне Сухаила. Кимуру. Ларису хочу. Ивану. Ну да, ну да. Ну да. Да, сложно. А в желтых, там в желтом цирке вообще тройное выступление. Бенефис практически. Сухаилов. Да, Сухаилы выступают. И один бронтозавр с ними. Бронсон. Ну вот, да, бронетранспортер. Это каково? Экшн Бронсон. Броненосец. Броненосец. Бронетранспортер. Сухаил на бронетранспортере выезжает. Ладно, хорошо. Только в нашем Шапиту. Давайте все-таки... Там такой Сухаил с кепочкой. Ой, а что, Сухаила? Можно я Сухаила размещу туда, где есть тент? Простите. Ну, когда ты его брал... Ну, я его сейчас взял в этот ход. Мы же добрые циркачи. Да, мы все циркачи друг друга любим. Так, хорошо. Я буду, наверное, фиолетовый. Да! Откроить. Ты сможешь? Смогу. Смогу большой фиолетовый. Беру вот эту четверочку. Забирай. Ни в чем себе не отказывай. Ставлю сюда и поворачиваю ее на пятерочку. Таким образом могу построить один большой фиолетовый тайл. Изумительно вообще. Этот, например... Ход мечты. Да. Да. Я продолжаю свою застройку такую дырявенькую. Да, у Леши. Три. Получаю три. Вот, пять беру. А потом драгоценными камнями будешь забивать это все. Почему бы и нет? А дырки... А, ну там, да. Там все заскорится как-то каким-то образом хитром. Так, можно ходить, да? Да. Пойдемте выступим. Ва-банк. Я возьму вот так. Шесть. Восемь. Ох, ничего себе. Восемь. Двумя хочешь выступать? Да. Иди. Я выступаю вот этими двумя. У меня есть две Т-образных фигуры. Одна большая оранжевая и одна фиолетовая маленькая. То есть все присутствуют. Резонно. Я должен сбросить оранжевый кристалл. Еще один за это выступление. И в результате я получаю восемь очков и шесть-восемь денег. Неплохо. Коммерческое выступление. Справедливо. А вот эти товарищи тоже уехали туда, правильно? Ну да. То есть его можно использовать снова. Восемь очков и восемь денег. Ну иначе зачем это все? Видите, карты сбрасываются. Я могу здесь перераспределить что-то, да? Я перераспределю, например, вот так. И я еще могу бонусом продать один камень за 2 рубля. Можешь. Это вот вообще однозначно можешь. Вопрос в том, хочу ли я. Не хочу. Я хочу строиться. Очень. Очень хочу строиться. Почему бы и нет? Как два маленьких построить? Во, вижу. Беру зеленую пятерочку. Ставлю вот сюда. Семерочка. Бонусом возвращается. Это будет два маленьких. Один перекрашивается. Маленький оранжевый и маленький фиолетовый, пожалуйста, мне. Маленький оранжевый и маленький фиолетовый. На сдачу. Так, как повыбедней. Вот так, наверное. У нас, прям, смотрите, в нашем цирке вообще очень плотная застройка. И такая цветовая дифференциация. Да, да, да. Я получил еще одного человека. Мои дрессировщики прям. Но ты же к этому стремишься, что у тебя условия. Да, да, да. Да, я поэтому и пытаюсь максимально набить. Ровный гармоничек. И все, гармоний играет. Окей. Я хожу, я беру последний фиолетовый кубичек. Простите. Четыре, пять, шесть. Так, и устанавливаю его. Четыре на раз, два, три, четыре, шестнадцать. Ну, любую позицию. Он ведь в любом случае сложится правильно. Я ставлю его сюда. И повторяю эффект вот этого. Да, да. Наверное, сейчас позицию. Переворачиваешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Б, Б, Б. В, Б, Б. Б, Б, Б. Ладно, поворачиваю на тройку. Поворачиваю на тройку. Еду на ось. Вот отсюда. Еду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот сюда я приеду. И, соответственно, по дороге собираю кучу там кристаллов. Три фиолетовых. Один. И вместо двух лишних получаю две копейки. Правильно? Да. Опять обесценивает валюту. Да. Зеленый и оранжевый. Вы обижаетесь, товарищ? Да, конечно. Коллеги циркачины. Да. Мы этими деньгами едим. Стоять, шесть, пять, шесть, семь, восемь. Вот сюда вот. Это на самом деле вот карта. Все ради тента. Чтобы кимора могла выступить дважды. Ооо. Так, я беру, опять же, смотрите, еще я должен получить два... Большой-маленький, большой-маленький. Два белокристалла, для которых тоже мест нет. Соответственно, я получаю еще две монеты. Так, ух. И постер. 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 Что-то у нас по постерам. Пока красный, да, выбирает постер, можешь начинать ходить. Постерок. Я беру зеленый шесть. Прекрасная женщина. Добавляю к нему два. Карабат. Потому что буду выступать. И сбрасываю еще белый камень. Итого получается десять. Я выступаю второй раз. Артист. Да. Разошелся. У меня... Внимание, вопрос. Пока. Белый добавится к максимальному же, да? Как он ты захочешь. В смысле оплаты? Да. Ты выберешь максимальный в цветах, максимальную сумму в цветах, плюс все белые. Все понятно, да. Всегда. Да, хорошо. Так. У меня выступают вот эти оба товарища. Я должен сбросить за это дополнительно зеленый и белый кристаллы. Белый и зеленый. Сошлось. И все это вместе мне даст 14, 21 очко. Ох. Ох. 10, 4 и 7. 21. Очко. Нос 27. Это 48. 48. И мне это даст еще 3 рубрика. Он начинает зазнаваться. 3 рубрика. Да, да. Это циркач. Ну что, сейчас мы ему там шатер подрежем. Вот. Видите? Вот так всегда. Так. Мой ход выглядит следующим образом. Мы взяли вот это. поставили вот сюда. Ау. Нифига. Ладно. Взяли вот это. Поставили вот сюда. Это троечка. Внимание на экран. Да. Это так. Это троечка. Которая мановением руки и белого кристаллика превращается, превращается нет, наверное, даже мановением оранжевого кристаллика превращается в пятерочку. За счет этого мы идем выступать на 4. А вот этот наш человечек позволяет выступить дополнительному участнику. Поэтому выступают Альберик и Кемора. Все построено для них. И таким образом я начисляю себе 9 билетов. Продаю на их представление. 31. 22 и 9. 31 билет. И получаю 3, 6, 8 монет. Неплохо. Обогатился. Все. Похоже на. Похоже на. Они ушли на пенсию. Отъехали. Практически. Отвыступали. Твой последний рывок. Мой последний рывок. Этот тоже от выступал. Смотрим. Что нам тут остается сделать? Да сдавайся тоже. Вы все позанимали хорошими выступлениями. Я слишком долго готовил свое шоу. Прекрасное. Мое прекрасное шоу. Нет, но я могу одним выступить например каким-нибудь. Почему бы и нет? Чтобы потом как-то это сделать. Значит, этот кубик. Кубик. Сюда. У меня одна монета. Вот два я беру. Один. Одну сдачу. Так. И выступает какой-то один из моих замечательных артистов. Например. Впервые на арене цирка. Я, кстати, вот здесь должен был... Ты идешь сюда, да? Да. Вот здесь я должен был отдать фиолетовый. У меня там Дальберик требовал этого. Ага, да. Видишь, честный цирк. Честный цирк. Наш цирк самый честный. Такой цирк нам нужен. Хорошо, давайте пусть опять выступит у нас наверное вот Кимора. Твоя любимица. Да. Она у нас с самого начала была. Вот это у нее есть. Я плачу эти кристаллы оранжевый и фиолетовый. Заплатил. Получаешь 8 билетов. Получаю 11 билетов. Красный. Кто там? Я дотянусь. 29 и 11 это 40. 40. Опа. И две монетки. Мы с хорошим отрывом, кстати, видим, таким заметным друг от друга. Ну, да. Да-да-да. Так, она выступила. Так, это у нас остается, правильно? Этих я могу перераспределить своих красавцев. Угу. Допустим, вот так. время оплаты. Да. Это все сдвигается вниз просто. А что там? Это убирается. Ну, а там, неважно, она как. Это сдвигается. Да. Эти вернулись все. Угу. Мужики, мои мужики. Пять человек уже у меня. Вот ты там прямо разрастил. Да, да. Так, теперь мы оплачиваем. Да. У меня 6. Пати. У меня 6. У меня 8. И денег у меня осталось еще вообще вагон какой-то. Так, теперь разбираем плюшки новые. Угу. Начиная с желтого. Я буду последний брать. А это зелеными закрыты? Да, такая же вот как у меня. Только зелеными? Только зелеными. За максимальный прямоугольник или квадрат не плюнуть. Давай вот эту возьму. Обидно ты как. Берешь вот это? Да. Ясно. я беру вот это. Ну, давайте мне еще осталось. Зеленые, А я их вообще не собирал. какая ирония. Вот так вот. А это значит дезрегарднуть одно требование. Ну, в целом нормально. В целом нормально. Погнали скориться? Да? в том же порядке. Да, хорошо. Так, я буду скорить, что я буду скорить? Я буду скорить вот это. Значит, за каждый сброшенный рубль 23 очка, но не больше 21. Я сброшу 7 рублей, чтобы получить максимум. хорошо. Так, 7 рублей даю. 3 сдач? Да. Держи. Спасибо. красный. не вписались. Поэтому 16 очков вместо 20. 16 плюс 31. 47. Вот здесь перед красным, да? Здравствуйте. Здравствуйте. и кубы мы возвращаем и это наш последний раунд. Начинается последний раунд, в котором ты первый игрок, так что тебе бросать. Так мы не выставляем в последнем раунде эти. карты мы по-моему выставляем, а вот эти не выставляем. Да, потому что за карту мы можем заскорить за ту, которая здесь лежит. Это как бы тоже имеет смысл. А что там вообще дают? За желт. в итоге каждый побывал первым игроком. Дают за оранжевые тайлы тупо по 3 очка. Дают за маленькие оранжевые тайлы 4 очка. И за нет, любые большие. За каждый большой. Неплохо. Зелененький. Ну, как-то кинул я, ребята, не ахти. Но, что имеем? Пошутил. Нормально. 3-4-5. И начинает и выигрывает у нас я. Вот. Что делать? Я не подумал. Да надо превращать мужиков в мужиков. Будешь делать из них мужиков? Буду делать из мужиков мужиков. Да. Это как бы мой выигрыш. Конек. Конек. Делать из мужиков мужиков. Единственное, чему меня научила эта игра. Так, а вот там хорошо, кстати, поехать на 4 оранжевым. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Ой, какая гадость. Ой, какая гадость. Хорошо говоришь? Да нифига нехорошо. А если поехать еще на 2? 5 оранжевый нет? Да нет, нифига. О, шайтан. Ну ладно, что делать? А где еще? Можно прокатиться интересную достопримечательность посмотреть? О, фиолетовый. Тоже 4. И 4. А что меня интересовало? А, блин, да. Ладно, фиг с ним. Ой, что было? Не помню. А повернулся? Не знаю. Ну, пусть так поставит. Хорошо. 4. Это мужики. Мужицкая стратегия. Мужицкая. На мужиках мой вышел вообще. Поехал на 4. Доехал вон туда? Ну, фиолетовый, да? Раз, два, три, четыре. два, три, четыре. Забрал вот эту ерунду. И, к сожалению, два белых камушка превратились в тыкву. Просто две монетки. Почему белых камушков? А, вот там. А, ты отсюда зато получил? Ну, я получил два зеленых и два фиолетовых. Один зеленый, два фиолетовых. И забираю какой-нибудь постер, можно ходить следующему. Угу. Вот этот. Моя любимая лунжель. принеси мне денег по 60 лет. А вот здесь, когда скидываешь, можно скидывать белые тоже вместо них? Или здесь обязательно те, которые нарисованы? можно скидывать белые волшебные. Беру фиолетовую губочку. Молодец. Ставлю его, допустим, вот сюда. Угу. Получаю монетку. Угу. Да, можно. Класс. Доволен. 5. Да? Плачу два вот этих вот, чтобы добавить по 2. 9. Итого получилось 9. И за 9. И за 9 я строю большой маленький тайл. Большой и маленький тайл. Большой фиолетовый. И с помощью вот этого действия перекрашиваем один из тайлов и строим маленький оранжевый тайл. вот таким вот образом. Строим их допустим твоим любимым методом? Да. Дырявый застройник. Квадратный гнездовый. Может быть, вот так надо уже браться за ум. Скоро конец игры, ведь? Да. Так, ладно, ставлю сюда. У меня 5 билетов, пожалуйста. Леш. Пожалуйста. Красного. Здесь я получил один кристалл. И вот этот вот тайлик мы ставим допустим вот сюда. Здесь как-то невыгодно, что у меня игра, конечно, пошла. Бюро я тоже мужичка все-таки. Вот, пожалуйста, ходите. Так. беда, да? Беда, беда, беда. Огорчение. Ну да ладно. Я беру белую пятерку. Она будет у меня оранжевая. Вот вопрос. Вот это сработает? Да. Да. Ты выбираешь, ну ты задаешь цвет белому сразу. Окей. То есть 7? 7. 9. 9. Строю за 9. Малый и большой. Театр. Малый и большой. Я могу, да, ходить? Да, да. Четверка зеленая. Шестерка зеленая. Поехал кататься. Два очка. На тележечке. На 6 меня, пожалуйста, зеленую. Зеленую на 6? Да. Раз. Класс. Вот отсюда и почитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да? Да. Два зеленых, фиолетовый, оранжевый. Два зеленых, фиолетовый, оранжевый и постер. И постер. Один зеленый, один фиолетовый, один оранжевый. Второй зеленый превратился в монетку. Постер Кемора. Прекрасно. А, слушай. Есть что-то? О, Лариса, постер. Лариса, постер. Тетун. Я же ее могу заигнорировать вот этой штукой. Ладно, беру вот этот кубик. Сюда ставлю, поворачиваю его на пятерку. Это у меня становится 10. Да? 10. Сейчас подойдите, посчитаю. 10. Один плачу беленький, осталью 12. Соответственно, я могу построить два больших тайла. Имеешь право с двумя перекрасками. С двумя перекрасками. Соответственно, строю один большой фиолетовый, и один большой зеленый. Угу. Как-то так. Допустим, фиолетовый вот сюда, получаю белый крестал. А вот этот зелененький. Допустим. Ну, ты пока строишь, да? Да, да, дальше ходите. Так. Я хожу, да? Угу. Как-то уныленько. Да, не складывается. У меня тоже не складывается. Пазл. Пузель. Пузель не сложился. Как получить мужика? Я вот правда не понимаю. То есть... Сюда, что ли? Я столько мужиков понаполучал. Еще мужика. Угу. И не пользуешься ими. Да, во-первых, я ими не пользуюсь. А что ты им не пользуешься? Да сейчас буду. Сейчас воспользуюсь. Мужики ждут своего часа. Они сейчас как побегут у меня все. Но вопрос вот в чем. Я столько раз юзал это с поиска, получал дополнительного мужика. Но даже вот-вот здесь, закрыв сейчас, я все равно всех не заберу. Ну. Тебе может быть и не надо. Ну, то есть, даже учитывая, сколько я добавлял, как-то очень мало возможностей этих мужиков получать в игре. Ну, сколько же тебе их там? Всех хочу. Я за них очки сейчас буду получать. Ладно. У меня аж вот скорит мужиков. Да, да. Каждый там акцию не оценил. Но их вот надо семь. Да, да, да. Как раз седьмого. Семь гномов и карабатов. Да, да, да. Не понятно, зачем восьмой. И как его получить, непонятно. Давайте возьму вот эту четверочку оранжевую. Угостись. Положу сюда. Ай, шайтан, блядь. И что ж ты наделал? И поеду. Раз, два, три, четыре. Это четверочка была моя. Ну, извини. Пересчитывай теперь все. Ладно, у меня много мужиков, они все сделают. Вот, видишь, как красотец. Хожу? Да, я еще четыре билета получаю. За закрытый тент. Смотри. Взял рыжую двоечку. Поставил сюда. За мужика. Перевернул ее на пятерочку. За белый кристалл. Сделал ее семерочкой. Хотя, нет, зачем? Нет. Никаких белых кристаллов, никаких семерочек. Пятерочка. Да, я же должен еще карту перейти. Теперь. Два мужика идут вот сюда, для того, чтобы выступили еще два. Один по умолчанию за пятерку, вот так. Два мужика позволяют еще двоим выступить. А вот этот мужик отключает стоимость выступления Ларисы. В итоге заход я скорю. Вот здесь я должен отдать белый. Получить белый могу когда угодно. Получаю белый. Обратно. Почему когда угодно? Anytime during your turn. Здесь должен заплатить один оранжевый, один фиолетовый, еще один оранжевый. Расплатился. Теперь скорим очки. Еще один белый вот здесь должен заплатить. 10, 20 и еще 13. 33. Неплохо. 47 плюс 33. 80. 80. Бах. Все выступили. Вот бет. Что-то получилось. Что-то получилось. А ты плюс 2 сделал, да, выступление? Да, да, да. Я вот сюда вот их загнал. Здесь они с плюсиком. Сколько угодно. Ага. И один бесплатный. Здорово. Помогли. Ну вот, да, да. Мужики сработали. Сейчас еще два мужика пойдут строить у меня. Что-то. Так. Потому что два мужика должны построить третьего мужика. На самом деле у меня выбора нет уже. Так. Только так. Ладно. Я еду кибиткой. В общем-то. Давай, разгоняй. Я еду кибиткой. Какой. Вот это, кстати, мощное. Минус кристаллик и 7 билетов. Допустим, вот этой. Так, это плюс 2 у меня там. Пятерней. Да, вот так. Это мне получается 5. Я еду раз, два, три, четыре, пять вот сюда. Понимаешь? Кристаллы в конце игры нам приносят какие-то победные очки? Они закрывают дыры. А, дыры закрывают. Я беру один фиолетовый и два зеленых. Но у меня только место одного зеленого есть. Поэтому я получаю еще одну монетку. Монетку. Вот так вот. Все? Я сюда поставил, я получаю, да ведь? Да. Одного своего помощника. Еще один постер. Один постер. Даже не знаю, какой. Возьму вот этот, например. Чтобы вам крутой постер не достался. Ну какой ты злой. Постер нам крутой не даешь. Идешься. Да, да. Сейчас. Возьму один оранжевый. Плюс один к ней. Получается шесть. Да. Шесть, чтобы поставить сюда. И выступить. Я сбрасываю белый камень, оранжевый камень. По требованиям выступления. И получаю 15 очков и 2 рубля. 15 очков. 75, 85, 90. 4, 4, 8. 2 рубля. Шесть. 3 отдал. 5 взял. Сделаем сейчас. Филин, я сейчас не расплачу уже. Леша. Так. Беру четверку. Ставлю сюда. Монетку получаю. Говорю, что она зеленая. Это 8. 10, 12, 14, 16. Строю пятнашку. Плюс два мужика идут сюда. Это два больших и два маленьких зеленых тайла. Как скажешь, строитель. Здесь закрываю. Интересно, я достану до пяти билетов? Как-нибудь. Или мне выгоднее вот так как-то делать? Прямо сразу область можно. Бах, вот так закрыть. Двумя зелеными. Во-первых, мне нужно сделать вот так обязательно. Блин, там не втыкается, конечно. Ладно, вот так сделаем. А, вот так можно. Хитро как вообще. 7 билетов здесь. Мужик, 7 билетов. 87. И вот это закроет... Ну, пусть будет вот так. Беленький. Получу. По настрою. А, мужик, который пришел, он пока не активен. Все. Есть? Да. Все, я закончил. Молодец. Я сейчас тоже буду делать последний свой ход. Но я сейчас тоже буду готовить свое грандиозное представление из четырех артистов. В общем-то, мне нужно для этого 14. 10 у меня есть. Да? А у тебя триумфальное такое шоу. Почему тебе 12 для... А, четырех артистов? Да, для четырех. Ооо. Гала-шоу у нас. Да, да, да. Грандиозное. Кимора открывает. Кимора, потом двойное выступление. Двойной номер от акробатки и потом звери в конце. Лариса на броненосце. Лариса на десерт идет. Хорошо. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Получается, значит, я беру... Ну, кстати, я неплохо стартанул в конце. Был в хвосте. Белый кубик. Ставим его сюда. Да. Это получается 13 пока что. Но я же могу перевернуть. Да. Оберемся. Поставить его вот на 4. И вот мне как раз хватает. 14. Отлично. Вот. Чтобы это не пропадал, наверное, я получу один кристаллик белый. Это же я могу в любой момент сделать правильно. Да. Вот это действие. Во время любого действия. Потрачено. Итого получилось 14. Поставил я на 14. И устраиваем грандиозное шоу вот этих всех артистов. Четверых. Читаем билеты. 7, 12 и 12. 24 и 5, 29 и 3, 32 и еще 7, 39. 39 билетов и 53. 39, 53 это сколько? 39, 89, 92. И один белый кристаллик отдай, пожалуйста. Я сейчас еще много чего расплачу. За что белый кристаллик? Где? Да. Здесь белый кристаллик. Там рыжий кристаллик. Здесь вот сиреневый. Здесь зеленый, сиреневый. Все базы. И оранжевый. Ага. Так. И вот там оранжевый надо еще. Здесь еще оранжевый. Вместе с ним платим этот. И деньги я еще, кстати, должен получить. Да, там сейчас... 10, 2 и 2, 4 и 2, 6 и 3, 9 и еще 2, 11 рубликов. Держите, пожалуйста. В кассу. Спасибо. Заносите. Прекрасно. Как вам это представление? Представление великолепно. Жукарно. Прям аплодируем. Гала, шоу. Вы поете великолепно. Стовалов. Ну, может переставить, но уже, наверное, смысла нет. Да, да, я думаю, что нет. Так, ну, а я, видимо... Завершай наше шоу. Да, завершаю наше шоу. Что ж такого мне интересного сделать? Покатайся на тележке. Покататься на тележке, да. Это хорошая идея, почему бы и нет. Я возьму зеленую двойку, скопирую вот это действие, превращу ее в 3. Вот. И зелененьким... Вагончик. Вагончиком прокачусь. Ну, не знаю, давайте... Раз, два, три, и все равно. Два зеленых. У тебя в другую форму поехали? А, я же не могу. Ты можешь мужика отдать, как-то. Нет, я не хочу. Раз, два, три, извините. Это я задумался. У нас правосторонние... Да, да. Так, взял пару камешков, и я отправлю своих двух чуваков вот сюда на заработки бабла. Два, четыре монеты. Потому что мне нужны деньги. Я дам рубль. Держи. Держи пять. Да, спасибо. Вот так. Ну что, по-моему, время... Собирать камни, да. Да, начинаем мы с кого? С красного? Или с синего? А, с красного, потому что выбираем карты с красного. Да. Давай, выбирай и сразу считай. Нет, сначала надо оплатить. А, да, оплата у всех. Плачем, да. У меня девять. У меня десять. У меня четырнадцать. Десять, не четыре. Платил. Восемь, девять. Оплачено. В кассу занес. Так, теперь выбираем. Кто первый выбирает? Красный. Я убираю. Три. Отлично. Есть что-то симпатичное? Есть. Вот большие тайлы, например. У меня много. Смотри. Беру. Единственное, кстати, у кого и Галашова, еще и циркач. Этот броненосец остался невыступленный. У нас вообще по нулям, голяк. Все сыграли выступления свои прям ровненько. У нас цирк, понимаешь, нанимает. Вот. Прям тютя в тютю. А мой цирк продлили на второй сезон. Карточку. Давай скорь, красный. Так. Окей, я скорю. Ну, я скорю, соответственно, вот ту карту, которую я только что получил. Угу. У меня тайлы таких больших вообще запасы. Но здесь максимум 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Максимум 20. Да. Максимум 20. 20 очков. Ну вот, собственно, я иду. 92 и 20. 112. 112. 112, да. Опа. А остальные по половине? Скидывай ее. Остальные по половине, да. Ой, остальные же еще скорятся. Вот это я забыл. Так, я следующий. Да. Я считаю по половине. Нет, сейчас мы все считаем по первой, по основной. Давай так. Так интриги будет больше. Ой, как я лоханулся-то. Я забыл, что все остальные считаются по половине. Сейчас мы, конечно, да, тут. У меня вот эта карта вообще ноль приносит. У меня тоже на самом деле. Так, я получу 21 очко вот с этой карты. У меня три полностью забитых ряда. Неплавок. Отлично. Так что, застройка 21. 90, 111, да. А, я же сначала выберу, да, какую из них. Конечно. Какой-то полностью хочешь. По фу прайс. Остальные по половине. Хорошо. Вот и делай это. Вот и делаю. Я получаю 21 очко за мужиков. Потому что у меня их просто вообще кур не клюют. Этих мужиков. 21 очко, пожалуйста. Синенькая моя. 87. 108. 108. Какой. Эх, я догоню. И это сбросилось. Ага. А это пришло сюда. Что, сейчас с вами по половине? Мои все? Или как? Давай. Давай с твоих, да. Окей. Так, значит, 4 за... По 2, да? Да. По 2 за оранжевым. 4. 4, я получаю. Давай, я сразу буду. Давай, 4. 1, 2, 3, 4. Это готово. Это здесь у нас, значит, по 2 будет за зеленое. У меня одна такая. 2. Так, это у нас 2 умножить на прозрачное. Это 8 получается, правильно? Пополам. Пополам. Да, 4. 4. 4. 1, 2, 3, 4. И 5 умножить на какого-то одинакового, да? Шелла. А, так этот в сбросе считается. Не среди тех, которые здесь. Вот, подал, у меня есть не один. Не уверен. Посмотри в правилах, пожалуйста. Вот это? Да. Это, по-моему, в сбросе. Просто вот у меня вот такая штука. За неравных. В сбросе? Я думаю, да. Нет. Не в сбросе. А где? То, что за половину стоимости считаем, она не скидывается в сброс. Нет. 4 в сбросе. За фишку в сбросе. За карты, которые уже сыграли, или за карты, которые... Комплитед постер. Комплитед, да. Супер. Вот, соответственно, у меня их под, ну, 2 максимума. Получается, значит... Ты выбираешь имя, да? Да, вот, например, вот. Одинаковых. Считай за одного. Да, за одного. То есть 5 очков. Раз, два, три, четыре, пять. Мой финальный результат, как я понимаю. Нет, еще мы квадратики твои считаем. Сейчас ты тоже сейчас сделаешь. Сейчас ты закрываешь. У тебя их три. Ну, вот, я как раз закрою вот эти вот три дырочки здесь. И ты закрыл три квадрата. Я закрыл, да, три квадрата, наверное. 12 очков. Да, 12 очков еще. И тому, и тому еще. И плюс монета, да? Одна. 5 монет. Да, да, да. 140 очков, молодец, вот, да. Хороший. Не знаю, да, посмотрим. Что познается в сравнении. Так, давайте меня считать. Значит, у меня по три очка за каждую оранжевую штуку. Раз, два, три, четыре, пять, 15. Пополам, это семь. Ну, вы, если что, можете не смотреть, победит Леша. Вы просто не знаете, какой. В любом случае, в этой партии победит Леша. Семь очков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Следующая карта. Я получаю по четыре за каждую огненную завершенную. Завершенную. Что, как у тебя с огнем дела? Раз, два, три, четыре. Ну, плохо. То есть, четырежды четыре, шестнадцать. Пополам, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он настигает меня. Так, теперь я получаю за три своих закрытых ряда восемнадцать очков. Пополам, это девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Уже близок. Теперь я получаю по четыре очка за каждую большую плашку. Больших плашек у меня раз, два, три, четыре штуки. Шестнадцать, пополам, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас закрытый тайм. Ну и добивай камнями там, что надо. Я могу добиться. У меня пять камешков. Я могу добить. Или эту, или эту. Не важно. Не важно, да. Раз, два. Три, четыре. Одного камешка не хватило. Чтобы еще одну закрыть. Ну так что у меня закрылось четыре секции. Верхняя, три, и вот эта боковая. Шестнадцать. Шестнадцать. Неплохо. Сорок три, все три, все девять. По деньгам нет. По деньгам нет. По деньгам у меня два рубля. Все впритык. Хорошо. Четыре вот за эту штуку. Она всего одна. Пополам. Значит два. Так. Есть. Одно очко за самый большой квадрат. Вот я забыл о том, что они считаются. Конечно, я бы поставил по-другому. Но что поделать. Уже три на четыре. Это у нас двенадцать. Пополам шесть. Шестнадцать. Ну вот эту сначала посчитаем. Три за маленькие. Раз, два, три, четыре, пять маленьких. Пятнадцать. Пополам семь. И теперь за неравных, за разных выступающих по четыре очка. Только те, которые ты сейчас сбрасывал, половинчатые, не учитываешь. Нет. Я же за выступающих считаю. Это артисты. У меня в цирке выступило пять разных артистов. Один из них. Прекрасная лунжиль дважды. Максимум пять. То есть это максимум двадцать очков. Пополам десять. Прекрасно. Десять. Тридцать три. Я закрываю вот эту область. Еще два камушка, которые мне ничего не дают по факту. Итого по областям. Закрыто раз. Закрыто два. Три. Четыре. Пять. Пять на четыре. Двадцать. Двадцать. И... О! Да, да. Внезапно, внезапно. А деньги? А, еще одно очко за деньги. Пять монет засесть. 154 очка. Молодцы. Ну что? Вот оно как-то так заскорилось. Отлично. Грандиозно. Грандиозно. Ну, отрыв у нас вообще такой неплохой получился, да? Ну, я от вас под отстал, конечно. Да, почти 20 очков. Вероятно, потому что моя застройка была не совсем застройки курильщика. В Tetris ты неправильно играл как-то. Ну да, ну да. Я бы завалился. Ну, то есть ты мог... Ну, на самом деле, ты много построил. Так, да, да. Даже просто разместил, например. Ну, мне в конце там нужно было, видишь, я всех использовал своих помощников, поэтому вот он мне был нужен в конце. Я себе ее прям выбирал, чтобы мне на все хватило. На самом деле, обратите внимание, в процессе игры какие были рывки. Да. То есть буквально один ход, и человек уходит на половину шкалы. Бах, бах, да. Очень быстро. Отрывается очень сильно, и вот несмотря на это, я считаю, вот этот отрыв небольшой. Ну, да. Для таких крупных шагов, которые происходят в этой игре, это небольшой отрыв. Да, в этом плане игра, конечно, позволяет какие-то невероятные штуки проворачивать. И я очень долго как-то расчехлял свою комбу, чтобы она наконец-то стрельнула. Может быть, стоило собирать не такую ее длинную в перспективе, а просто уже играть тем, что есть, и можно было еще больше очков заработать. Ну да, и тут как бы немножко получается асимметрии. У каждого игрока в начале набор карт определенный, который... Планшеты отличаются. Во-первых, а во-вторых, вот эти персональные возможности, они в процессе игры добавляются, да? А после каждого раунда новая персональная возможность появляется, кроме последнего, да? То есть, может быть, даже вот так хорошо, да, я перебью на секунду, что Лёше вот было изначально задание строить прямоугольную, да, такую конструкцию. Это, наверное, дисциплинировало, что он строил ровно и хорошо. У меня такого не было. У меня дисциплинировала карта, которая... Ряды. Ряды, да, то есть, я вот поставил целью хотя бы три закрыть, чтобы получить максимум с этих карт. А у меня ни одной такой карты не было геометрично. У меня было две таких. Одна с самого начала игры, а вторая пришла позже. Отсюда. Ну что, это у нас хит эсена, да, главный, получается, по-моему, хит эсена этого года, прошлого года. Ну да, и... В 2019-го. Да, да, мне кажется, абсолютно заслуженно, потому что такая интересная евроигра. Очень много разных решений, которые можно принять. Так ты распорядишься своими ресурсами или иначе. Здесь очень большой прямо выбор. В самом начале глаза разбегаются. Непонятно, за что браться, с чего начинать. Но потом, мне кажется, с ходом игры ты в это втягиваешься, и становится уже проще. Ты видишь какую-то стратегию, что ты хочешь достичь, что-то сделать. Но мне поначалу было тяжело. Как бы я не буду скрывать, я въезжал в неё... Тяжело понять, откуда взять очки. Въезжал со скрипом, да, да. То есть, мы сыграли за кадром пару раундов, чтобы понять, как и что, и потом уже сели писать летсплей. И я скажу, что прям я даже, когда мы уже сели играть игру на камеру, такой соображал и скрипел с шестерёнками там как-то, как мог. Потому что возможностей, в принципе, много игра предлагает. Путей зарабатывания этих самых билетов победных очков, в принципе, не очень много. Но вариаций, как это всё скомбинировать, достаточно. Ну, по сути, заработок победных очков – это выполнение здесь, и выполнение мастер-карт. Да, то есть, это цирк. Это всё понятно, что в цирке главное, что даёт билеты – это ваше выступление. Поэтому стараешься их сделать. У меня была вам стратегия сделать вам действительно грандиозное представление, чтобы оправдать название нашей русской версии игры. Я сделал сразу выступление четырёх артистов, но, правда, это меня не спасло. На какой-то момент я вырос из берёта. Зато это было хорошее шоу. Да-да-да. Ты не заработал на нём много денег. Знаешь, ты как в любом искусстве всегда. Ты сделал очень круто, но массы не оценили. Бывает, бывает история такая известная. Скайрим ещё продаётся. Да-да-да-да, до сих пор. Что ты скажешь, Лёш? Я скажу, что в основе-то своя игра несложная. Сложно скомбинировать что-то на своём планшете. Прикинуть, что ты будешь делать на раунд вперёд, может быть. Прикинуть, останутся ли у тебя возможности, чтобы в конце раунда получить нужный тебе кубик. А сама-то игра, она структурно совершенно простая. То есть, мы выбрали кубик, мы таким образом получили силу и цвет действия, а потом выбрали одно из трёх действий. Всё. И вот эта вариативность возникает, казалось бы, из таких простых правил. Вот этого, чтобы добиться, нужно, конечно, постараться. Мы, кстати, ни разу по деньгам в минус не ушли. Интересно, у всех всегда хватало. У меня вот прям вот я на тоненькую проходил, да, в последнем раунде даже. Потому что можно было по очкам просесть конкретно. Получил, отправил своих товарищей, они мне пригодились. Я в них совершенно не играл, вот в отличие от тебя, да? То есть, у меня только вот здесь один раз сработал человечек, и всё. У меня была вот эта вот прекрасная штука, которая позволила бы получить двойной бонус при постройке. Но когда я строил последний раз, я закрыл всего один бонус, состоящий из двух билетов. Ну и вот смысл тратить. Да, да, да. Да, это большой выбор, потому что я вот тоже своими вот этими действиями не так, чтобы прям много пользовался. Ну почему? Вот это тебе помогло. Ну это немножко, да, помогло. То есть, всегда можно выбрать, как распорядиться. Даже вот с этими очками, вот в этих местах, когда ты думаешь, что как закрыть, типа в более плотную застройку получить потом больше очков, или закрыть вот эти бонусы, откуда начать, да. Да, всё зависит от того, что и как у тебя изначально роздано, как тебе попали... Не, ну всё-таки видно, что игра сбалансирована. То есть, несмотря вот на эти большие прыжки по очкам в процессе игры, мы всё-таки, несмотря на разные стратегии, на которые мы сейчас опирались, да, вот, всё равно пришли довольно плотно. Ну мы так, более-менее, наверное, всё-таки не сильно, у нас слишком различается уровень пока что по игре. Никто из нас не сыграл пока что там по 10-20 партий. Возможно, там потом разница. Ну я готов сказать про, кстати, игру на четверых, что она будет несколько жёстче, чем вот продемонстрированная нами сегодня игра на троих. Потому что вот эта шкала выступлений, она становится при игре на четверых гораздо сильнее занята, гораздо плотнее занята. Вот. И нужно подгадывать момент, особенно перед последним раундом, чтобы вовремя туда встать в нужное тебе место, потому что именно в начале последнего раунда обычно даются вот такие галоконцерты, как сейчас у нас Лёша продемонстрировал, вот когда выступают сразу три, четыре, а то и все пять артистов. Артистов, да. Броненосец, к сожалению. А он вообще в втором сезон остался. Вот. И места на этой шкале при игре на четверых, они обладают гораздо большей важностью, и вот нужно подгадывать момент, чтобы туда вовремя встать. Иначе приходится перебивать специально, набирать силу действия больше, чем нужно. Это, соответственно, трата денег лишней. Я еще хотел бы добавить про оформление, которое мне вот лично нравится. Оно очень необычное такое и стильное. Черный фон, на нем такие какие-то светлые... Готичные, готишные циркачи. Да, арт-деко. Да. Как вот уже нам говорили авторы игры, что они изначально вообще вдохновлялись какой-то такой темной тематикой чуть ли не Дэвида Линча. И такие вещи, какие здесь проглядывают, стильный арт на картах. Мне нравятся тоже прозрачные кубики, прозрачные классные кристальчики. И еще у нас вот такие будут шляпы сверхцеля, которые для нас Meeple House сделает. Кстати, да, компания уже идет. Да, супер. Поэтому сравните вот это и вот это. Несерьезно. Будут для пользователей Краут Репаблик, поэтому будет еще красивее и лучше. Как я уже сказал, да, компания на Краут Репаблик идет в полном разгаре. Так что, если заинтересовались игрой, не упускайте возможность взять подешевле, получить аксессуары и так далее, и так далее. А с вами были три Алексея. Леша Бабайс, Флеша Тихонов. Меня зовут Леша Зайков. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. До встречи на канале и не только. Пока. Пока. The Magnificent или Величайшее Представление. Грандиозно. Да грандиозно, что ж ты будешь делать-то? Мы же это вырежем. Конечно. Всех вырежем. Хорошая игра. Какой вопрос был, я уже забыл. Именно вернулись бонусы на спейс. Си пейджей. Си пейджей. Вот, посмотри пейджей. Вот, ну, видимо, вот эти. Ну да. Тейканпостер, что ж ты. Рекурсия очень мне нравится. Не знаете, где купить настольные игры? В магазине Игровед сотни игр на любой вкус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова